Все вы слышали про охоту на ведьм в средние века, когда ни в чем не поминных женщин, часто просто за их внешний вид, приговаривали к смерти за сношение с сатаной. Это дела давно минувших дней, однако человеческая иррациональность и суеверность никуда не делись. Сейчас я расскажу вам про явление, имевшее место быть совсем недавно по историческим меркам, в 1980-х годах на территории США и Канады. Это явление осталось в истории под названием сатанинская паника. В США тогда на полном серьезе судили людей за то, что они используют детей в темных сатанинских ритуалах. Обеспокоенные родители копали тоннели под детским садом в поисках подземных сатанинских ходов. Полицейские занимались изучением оккультных символов, а корпорация, производящая памперсы и шампуни, была вынуждена доказывать, что она не служит сатане. Это 10 интересных фактов про сатанинскую панику. Итак, все началось в 1980 году, когда канадский психиатр Лоренс Паздер опубликовал книгу, которая называлась «Мишель помнит». В ней он описывал серию сеансов психотерапии с женщиной по имени Мишель. В книге он пишет, что Мишель в своем детстве на протяжении многих лет была жертвой сатанистов, которые издевались над ней, заставляли ее участвовать в ужасных кровавых ритуалах, смотреть на жертвоприношения людей, участвовать в оргиях, убивать животных на алтаре и так далее. Однако потом память обо всем этом у девочки ушла в подсознание и негативно влияла на ее жизнь, уже во взрослом возрасте, хотя она ничего не помнила. И поэтому она была вынуждена обратиться за помощью к психиатру Лоренсу Паздеру из-за депрессии и других психологических проблем. Он применил к Мишель особую технику гипноза, направленную на то, чтобы проявить ее подавленные воспоминания. И тогда-то Мишель все вспомнила. Она вспомнила, как в пятилетнем возрасте ее мать приводила ее на сатанинские оргии, на черные мессы на центральное кладбище города, где собирались сотни человек и проводили жертвоприношения. Она даже якобы участвовала в сатанинской церемонии, которая длилась 81 день без остановки, где в конце концов призвали самого сатану, и ей удалось с ним пообщаться. Но тогда в это дело вмешались Иисус Христос, Дева Мария и Архангел Михаил. Они прогнали сатану, излечили Мишель от многочисленных шрамов на ее теле, а воспоминания заблокировали до тех пор, пока не придет идеальный правильный момент. И этот момент настал, когда Мишель начала свои сеансы с психиатром. Вот это вот все было написано в этой книге, которая в США и других англоязычных странах быстро стала бестселлером. Вскоре после выхода книги появились расследования журналистов, которые выяснили, что ничего из того, что написано в книге, не может являться правдой. Они провели расследование и опросили соседей Мишель, а также работников детского сада, куда она ходила ребенком. Те сказали, что она никогда не отсутствовала в течение какого-то долгого времени, что никаких шрамов на ее теле тоже никогда не было. Мишель говорила, что ритуалы проводились на кладбище, и она громко кричала там. Однако это кладбище находится прямо в центре городка, и в сотне метров от него повсюду жилые дома, и явно крики кто-то бы услышал. Короче говоря, в книге было множество фактологических несостыковок, помимо явного бреда про личную встречу с дьяволом и так далее. Однако все эти журналистские расследования не привлекли широкого внимания общественности. Крайне религиозное американское общество поверило в написанное в этой книге. После публикации, кстати, Мишель и психиатр Паздер поженились, что противоречит врачебной этике. Они стали ездить по стране, раздавая интервью на самых популярных телепередачах, радиостанциях и в газетах. Другие люди тоже стали публично заявлять о том, что они также начали вспоминать, как их в детстве мучили сатанисты. В стране началась сатанинская паника. Со времен сатанинской паники прошло много времени. Методы психотерапии совершенствовались, а научный подход к этой сфере помогает избавляться от неэффективных методов, а использовать только тем, что на самом деле работают. Также, благодаря тому, что мы живем в 21 веке, вы больше не ограничены только теми психологами, которые ведут прием в вашем городе. Потому что если вы живете в маленьком городе, это может стать серьезной проблемой. Я хочу порекомендовать вам сервис для онлайн-психотерапии Ясна. Он является первым и крупнейшим в России. Он создан не бизнесменами, а самими психологами. Поэтому платформа заточена именно под потребности клиентов и самих психологов. На сервисе зарегистрировано более 3900 профессиональных специалистов, каждый из которых прошел строгий отбор. Все психологи постоянно проходят семинары и супервизию, а платформа полностью безопасна и конфиденциальна. Психотерапия полезна не только людям с депрессией или какими-то паническими атаками, но и тем, у кого есть недостаток мотивации на работе, проблемы в отношениях с близкими или какие-то нерациональные страхи. То есть большинству из нас. Я и сам забочусь о своем душевном равновесии, поэтому тоже посещаю психотерапию. И знаю то, как трудно подобрать хорошего специалиста. Так вот на платформе Ясна есть продвинутый алгоритм подбора специалиста специально под ваши нужды. Потому что психологи тоже специализируются на определенных вещах. Заботу о вашем душевном равновесии откладывать нельзя, поэтому попробуйте обратиться к специалисту. Для моих подписчиков есть скидка на первую сессию 20% по промокоду ДМИОС. Вводить промокод нужно при регистрации. Ссылка на сервис будет в описании под видео. Итак, давайте вернемся к нашей теме. Начало сатанинской паники способствовало стечение нескольких обстоятельств. Во-первых, выход и успех книги Мишель помнят. А во-вторых, в США приняли закон, который обязывал всех врачей сообщать в полицию, если они вдруг обнаруживали у детей те или иные следы насилия. Раньше врачи о таком могли не сообщать. Но теперь за недоносительство врачам грозила тюрьма. Поэтому врачи на фоне различных слухов про сатанистов начали на всякий случай сообщать в полицию про все. Про царапинки, про какие-нибудь красные пятнышки на коже и так далее. И полиция охотно возбуждала уголовные дела на основании этого. И чем больше становилось таких случаев, тем больше об этом писали в газетах. И тем больше другие врачи тоже сообщали в полицию о предполагаемом сатанинском насилии над детьми. По новостям постоянно об этом говорили. А упомянутые ранее авторы книги «Мишель помнит» ездили по США и давали лекции о сатанинском насилии, распространяя такие вот слухи. Из-за всего этого информационного фона следователи и социальные работники, допрашивая детей, задавали им наводящие вопросы, спрашивая о том, являются ли их родители или воспитатели сатанистами. Маленькие дети любят выдумывать. Более того, дети любят отвечать так, как этого хотят взрослые. Они понимают, что именно взрослые хотят от них услышать. Многие следователи и соцработники, кроме наводящих вопросов, поощряли детей, когда те давали нужные им ответы, и бесконечно переспрашивали снова, если ответ их не устраивал. Поэтому дети рассказывали следователям совершенно невероятные истории, из-за которых потом десятки людей реально отправились в тюрьму. Например, во время одного из судов государственный обвинитель, выступая перед судьей, утверждал, что согласно показаниям пострадавших, то есть детей, дело было так. Это происходило в детском саду, куда детей отдавали на день. За это время воспитатели сатанисты издевались над детьми, тыкали в них кинжалами, заставляли есть мясо младенцев, заставляли пить мочу, переодеваться в тыкву, а также бросали в бассейн с акулами. Но и это еще не все. Обвинитель утверждал, что воспитатели сатанисты тайно перевозили этих американских детей в Мексику, где мексиканские солдаты делали с этими детьми ужасные вещи. И тут стоит добавить, что вся эта операция по перевозке детей из США в Мексику и обратно якобы происходила во время обычной дневной смены в детском саду. Вот такой вот бред реально звучал в суде, и судьи выносили обвинительные решения, основываясь на этих голословных обвинениях. Полное отсутствие улик и доказательств не мешало уголовным делам. Напротив, многие обвинители подчеркивали, что отсутствие улик и доказательств только доказывает то, что тайная подпольная организация сатанистов настолько могущественна, настолько многочисленна, что имеет возможности и ресурсы так умело заметать следы. В США было зарегистрировано более 10 тысяч обращений в полицию в связи с ритуальным сатанинским насилием. Из этого числа сотни случаев дошли до суда. Большая часть людей была оправдана, однако были десятки тех, кого все-таки приговорили к тюремным срокам, иногда даже к пожизненным. Большинство из этих людей, уже будучи в тюрьме, через много лет были оправданы, хотя несколько человек провели в заключении почти 20 лет по этим ложным обвинениям, и их выпустили только в 2000-х годах. Суд их полностью оправдал и выплатил большие компенсации. Был еще один особенно странный случай. Держитесь за стул или на чем вы там сидите. Короче, в 1988 году американца по имени Пол Инграм обвинили в ритуальном сатанинском насилии его собственной дочери. Мужика посадили в тюрьму на 20 лет, хотя никакого насилия на самом деле не было. При этом мужик во всем признался. В общем, дело было так. Пол Инграм был помощником шерифа, а также очень набожным членом церкви пятидесятников. Вся его жизнь была посвящена Богу, и точно так же он воспитывал своих дочерей. Так вот, когда дочерям было примерно по 20 лет, то есть они были уже взрослые, они встретили в церкви некую провидицу, которая рассказала девушкам, что в детстве их отец насиловал их в течение многих лет. Девушки, конечно же, этого не помнили, но после долгих бесед с этой женщиной им удалось все это восстановить в своей памяти. Они пошли в полицию и обвинили отца в самых страшных деяниях, причем не только его, но и его коллег, которые приходили к нему играть в покер, а потом якобы поднимались к девочкам, чтобы надругаться над ними. Сначала Пол Инграм отрицал это все, но после многочисленных допросов он признал свою вину. Как я уже говорил, он был очень верующим, а его церковь учила тому, что сатана может влиять на поведение христиан и блокировать их память об этих событиях. Веря в это, Инграм потом и сам поверил в то, что насиловал своих дочерей много лет. Он дал признательные показания и четко, красочно описал все ужасы, которые он якобы творил со своими дочерьми. Также одна из его дочерей давала интервью на американском ТВ, где вся в слезах рассказывала о том, что сектанты вместе с ее отцом заставили ее два раза сделать аборт, а вытащенного неродившегося ребенка они потом все вместе съели. В итоге Инграма посадили в тюрьму на 20 лет. Он отсидел весь срок за преступление, которого не совершал. Интересно еще вот что. Один из следователей, который вел это дело, сразу понял, что тут что-то не так. И он решил это доказать. И сказал Инграму, что дочери, помимо прочего, обвинили его также в том, что он заставил одну из дочерей совершить инцест с их братом. Инграм это тоже признал, хотя на самом деле дочери такого обвинения не выдвигали. Когда следователь сообщил Инграму о том, что на самом деле такого обвинения не было, то Инграм не поверил и ответил, что отчетливо помнит, как заставлял своих детей заниматься инцестом. Вот к чему приводит слепая вера и иррациональность людей. Все вы знаете такой шампунь, как Head & Shoulders или стиральный порошок Tide. Этими брендами владеет американская компания Procter & Gamble. И эта компания хорошенько так пострадала во время сатанинской паники в США. Все дело в ее логотипе, который был у компании в то время. Это ее самый первый логотип. Вот как он выглядел. То есть это полумесяц с человеческим лицом, который смотрит на звезды. Ничего такого вроде, ни пентаграмм, ничего. Но нет, набожные люди в США разглядели в этом логотипе сатанинскую пропаганду. Дело в том, что в этом логотипе изображено 13 звезд. 13, как мы знаем, особая цифра, которую очень боятся суеверные люди. Так вот, в начале 80-х годов стал распространяться слух о том, что компания Procter & Gamble служит сатане. И эти слухи действительно вредили имиджу компании и ее доходу. В ее главный офис стали приходить тысячи писем от взволнованных американцев, которые выражали свое недовольство этим фактом. Компания даже была вынуждена нанять на работу двух человек, для того, чтобы они отвечали на все эти письма и объясняли каждому, что компания не является сатанинской. По стране стали распространяться листовки с этим слухом, а большие американские газеты, такие как New York Times, писали про эти листовки таким образом, способствуя распространению этих слухов. Компании Procter & Gamble пришлось покупать эфирное время на ТВ, а также полосы в газетах, чтобы объяснить историю создания этого логотипа. 13 звезд, по их словам, символизируют не дьявольское число, а первоначальные американские колонии, которых было 13. Все это не особо помогало. Также конспирологи обратили внимание на то, что если посмотреть на бороду лица, изображенного на логотипе, то в завитках бороды можно увидеть скрытые цифры 6, а если соединить звезды линиями, то получатся узоры в виде шестерок. Лично я пытался все это разглядеть на этом логотипе, но у меня не вышло. Можете поставить на паузу и тоже попытаться это сделать. Удивительно вообще то, на что способен воспаленный конспирологический мозг. В конце концов, взвесив все риски, руководство компании приняло решение полностью изменить свой логотип, чтобы вся эта история с сатанизмом не вредила доходам компании. Вот такие дела. Еще во время сатанинской паники здорово досталось рок-музыкантам. Многие из них использовали темную эстетику в своих костюмах и песнях, поэтому неудивительно, что они привлекли на себя гнев набожных христиан, которым пришла в голову гениальная идея прослушивать песни рок-групп задом наперед, чтобы найти там зашифрованные сатанинские послания. Кто ищет, тот всегда найдет. Сатанинские послания в песнях знаменитых рок-музыкантов были успешно найдены. Например, в песне группы Led Zeppelin Stairway to Heaven, проигранный задом наперед, конспирологи услышали такие слова «Я пою, потому что живу с сатаной. Господь отключает меня. От него никуда не деться. Выпьем за моего милого сатану». Похожие сообщения позже стали обнаруживать в песнях и других рок-групп. Христианские фундаменталисты в США тогда подняли по этому поводу настоящую панику и стали требовать у правительства страны принять закон, согласно которому все пластинки и кассеты с рок-музыкой, где были обнаружены такие вот скрытые послания, должны были бы маркироваться специальными наклейками. Среди конспирологов тогда сразу появилось множество людей, называющих себя учеными. Так вот эти ученые утверждали, что многократное прослушивание этих песен влияет на подсознание молодежи, в результате чего те становятся сатанистами, начинают принимать наркотики и совершать преступления. Причем прослушивать песни надо было не задом наперед, конечно, а нормальным способом. Но эти тайные послания, которые можно было услышать только если проигрывать задом наперед, все равно как-то якобы влияли. Как вы можете догадаться, на самом деле никаких тайных сатанинских посланий в песнях не было. Разгадка кроется в человеческой психологии. Этот феномен называется пареидалия, когда мозг человека находит закономерности там, где их на самом деле нет. Самый простой и известный пример фотография лица на Марсе. На самом деле это просто холм и игра теней, но наш мозг видит в этом человеческое лицо. Из-за пареидалии мы можем видеть в облаках различные образы, которых там на самом деле конечно же нет. Но это бывает не только с визуальными образами, но и со звуком. Люди могут слышать в белом шуме те или иные слова, особенно если сами очень этого хотят. И особенно если им подсказать, какие конкретно слова они должны слышать. Например, при помощи субтитров. Сейчас я поставлю саундтрек из компьютерной игры Skyrim. В нем поется песня на вымышленном языке. Однако, если вставить туда русские субтитры, то в песне очень четко будут слышны русские слова. Тут стоит добавить, что если бы в этом видео не было субтитров и вы впервые услышали бы этот трек, то вы не услышали бы там эти русские слова. Аналогичная ситуация была и с сатанинскими посланиями в рок-музыке. Люди начинали слышать их только тогда, когда им заранее говорили об этом. О том, что конкретно и в какой момент они услышат. И тогда мозг уже делал свою работу и начинал слышать то, чего нет. Еще одной жертвой сатанинской паники стала популярная настольная игра Dungeons & Dragons. На территории постсоветского пространства о ней знают только любители компьютерных игр, но вот в США ее знают все. В нее в детстве играло то поколение американцев, кому сейчас хорошо за 50. Это ролевая настольная игра. В ней участники придумывают себе персонажей, за которых потом играют. Также они придумывают сюжет и вместе его проходят. У игры есть ведущий, который управляет процессом. В игре есть различные фигурки в виде монстров, различных существ, есть заклинания, магия и все, что обычно бывает в фэнтезийных играх. Это если очень упрощенно и кратко. Так вот, в 1980-е годы в США компьютерных игр еще особо не существовало, и молодежь рубилась в настолку Dungeons & Dragons. Она была очень популярной. Как можно догадаться, мимо этой игры не смогли пройти боящиеся сатану конспирологи. Игру пытались запрещать, против нее устраивали целые протесты на улицах. Интересно то, что продажи игры во время сатанинской паники выросли многократно. Чем больше негатива было про эту игру на ТВ, тем лучше она продавалась, за что создатели были безумно благодарны верующим. Как видите, не только компьютерные игры навлекают на себя обвинения в деструктивном влиянии на детей, но и настольные тоже. В разгар сатанинской паники в США вышла детская книга. Если перевести ее название на русский, то будет так. «Мама, не заставляй меня идти обратно». Детская книга про сатанинское ритуальное насилие. Вот ее обложка. В ней с большим количеством картинок рассказывается о том, как ребенок может попасть в сатанинский культ, что конкретно с ним могут сделать, а также то, как ребенок может это предотвратить. В книжке рассказывается история одной семьи. Так вот, мама и папа в этой семье пытаются понять, почему их дочь вдруг начала вести себя странно и рассказывать какие-то странные вещи. Например, про то, что в школе ей сделали магическую операцию и поместили в нее монстра, а также то, что в школе ее заставляют пить магический сок. В роли сатанистов в книге выступают учителя девочки. Вот они на фото смотрят на нее устрашающим сатанинским взглядом. На всех картинках у этого учителя в руках всегда есть ключи от клетки, в которые запирают девочку, главную героиню книжки, пока она находится в школе. Эта книга реально продавалась в магазинах и ее покупали. Это издательство, кстати, выпускало и другие книги для детей, которые освещали, скажем так, взрослые проблемы. Например, аналогичная книга была про наркоманию, про жизнь в ДЦП, про буллинг в школе и так далее. Но книжка про ритуальное сатанинское насилие для детей безусловно занимает особое место в истории мировой литературы. Как вы уже могли понять, сатанинская паника была массовым психозом. Никаких организованных сатанинских групп, приносивших в жертву детей на самом деле не было. Однако все же были отдельные личности или небольшие группы маньяков, которые и вправду убивали во славу сатаны. Хотя причиной этого была явно не вера в сатану, а психические расстройства этих людей. Расскажу о самых ярких из них. Первый в списке житель Нью-Йорка Дэвид Берковиц. В середине 1970-х годов он нападал на случайных людей, в основном на женщин. Он стрелял в них из пистолета. Некоторым жертвам удавалось при этом выжить. Также Дэвид оставлял на местах преступлений записки, в которых говорил, что он сын Сэма. И он должен убивать до того, чтобы его отец жил вечно. Сэм, как говорилось в записках, это демон, который вселяется в черную собаку и отдает приказы убивать людей. Маньяк держал в страхе весь город. Из-за него значительно уменьшилось количество посетителей ночных клубов и баров. На его поимку были брошены сотни полицейских. Когда Берковица поймали, то он сказал, что выдумал демона, а убивал он просто потому, что ему так хотелось. Ему дали пожизненный срок. В тюрьме он стал христианином и раскаялся в своих грехах. Он сидит в тюрьме до сих пор, ему 70 лет, и он имеет право подать прошение о помиловании, но не делает этого, так как считает, что его наказание заслуженное. Следующие в нашем списке так называемые чикагские потрошители. Это была группа из четырех человек. Они ездили на минивэне, похищали женщин, насиловали их, убивали, а потом отрезали у них грудь, в том числе для последующих плотских утех с этими отрезанными частями тела. В группе был лидер, его звали Робин Гехт. Все остальные участники группы боялись его, так как верили, что сатана даровал силы этому человеку и он владеет магией, и что нарушать его приказы нельзя, потому что иначе последует наказание. В общей сложности они убили 13 человек, совершая с трупами просто самые невероятные извращения. При этом они действительно совершали ритуалы поклонения сатане, используя плоть своих жертв как подношение к темному богу. Также они занимались каннибализмом. В конце концов их поймали, кого-то приговорили к пожизненному, а кого-то и вовсе казнили. Следующая в списке группа преступников носила очень крутое прозвище нарко-сатанисты. Ее основал мексиканец Адольфо Констанцо. В детстве он увлекался магией, изучал различные религии. В юности он стал зарабатывать на жизнь тем, что гадал людям на картох, заработав себе репутацию мощного колдуна. К нему стали обращаться преступники из наркокартелей, чтобы купить у него магическую защиту для своих криминальных дел. Адольфо брал деньги и просто рандомно сообщал наркоторговцам дату и время, когда можно безопасно пересекать границу США с Мексикой. И это работало, хотя на самом деле ему просто везло. Затем он арендовал дом, находившийся в мексиканской глуши, и решил там создать секту сатанистов. Вместе с несколькими своими последователями он похищал людей и приносил их в жертву на этом ранчо. Жертвами были просто случайные мексиканцы. Но однажды последователи Адольфо похитили молодого американского туриста и тоже принесли его в жертву. Родители этого парня приехали из США в Мексику искать его, подняли там много шуму, подключили в том числе американские спецслужбы. В конце концов шайка нарко-сатанистов была обнаружена. Все они были арестованы. У них во дворе были найдены многочисленные захоронения с телами жертв, различные ритуальные орудия убийства, очень много наркотиков и огнестрельное оружие. В общем, в истории действительно были люди, которые убивали во имя сатаны. Так же, как и люди, которые убивали во имя каких-либо других богов и сверхъестественных сущностей. Но те, кто убивал во славу сатаны, не были частью какой-то организованной религиозной группы, а просто были больными на голову. Тем не менее, истории об этих убийцах сыграли очень важную роль в распространении сатанинской паники. Как вы думаете, какой судебный процесс в истории США стал самым дорогим? Наверное, какое-нибудь дело о серийном убийце, либо же какие-нибудь судебные разбирательства между двумя мегакорпорациями. Но нет. Самым дорогим судебным делом в истории США стало дело семьи Макмартинов. У этой семьи был свой частный детский сад. Так вот, мать одного из воспитанников детского сада, Джуди Джонсон, заподозрила, что в детском саду насиловали ее сына, потому что у него вдруг возникли проблемы с походом в туалет по-большому. Сатанинская паника на тот момент была в самом разгаре, поэтому полиция с радостью взялась за это дело. Родителям всех детей из этого детсада были разосланы извещения от полиции с просьбой расспросить детей о том, не делали ли с ними в детсаду чего плохого, потому что против одного из воспитателей было выдвинуто обвинение в сатанинском насилии. Детей нужно было спросить, не трогали ли их в неположенных местах и не заставляли ли фотографироваться голыми. В итоге многие родители пришли в полицию с заявлениями о том, что их дети действительно подверглись ритуальному сатанинскому насилию в детском саду Макмартинов. Внук владелицы детсада, Рэй Баки, был арестован как основной подозреваемый. Позже к процессу подключились упомянутые выше Мишель и Лоренс Паздер, авторы книги Мишель помнят. Они консультировали следствие и общались с родителями детей, оказывая на них влияние. В конце концов арестованы были вообще все воспитатели и администрация детского сада. Большинство из них, кстати, были женщинами. Показания детей против них были абсурдными. Дети говорили, что воспитатели могли летать, что они втыкали в них ножи, хотя ни у кого из детей не было найдено никаких порезов или синяков. Также дети говорили, что воспитатели смывали их в туалет, чтобы те попали в подземную сеть туннелей, которые находятся под детским садом. Звучит абсурдно, но на основе этих обвинений была приглашена специальная бригада археологов. Они начали проводить раскопки под детским садом, чтобы найти эту самую сеть секретных туннелей. Конечно же, ничего найдено не было. Процесс длился почти 8 лет. За это время вообще никаких улик против воспитателей найдено не было, но сам этот факт использовался обвинителями как доказательство того, что сатанисты настолько могущественны, что умеют проворачивать свои темные делишки, не оставляя улик. Весь процесс в итоге обошелся государству в 15 миллионов долларов. Все обвиняемые были оправданы из-за полного отсутствия доказательств. Детский сад из-за всего этого закрылся, а Джуди Джонсон, женщина, которая заварила всю эту кашу, которая была главной обвинительницей, в итоге скончалась от алкоголизма. Также оказалось, что у этой женщины была шизофрения. С тех пор дети, которые ходили в этот детсад, выросли и стали взрослыми людьми. Они давали интервью, в которых рассказывали о том, что ничего плохого в детсаду с ними не делали. И они врали полицейским, давая показания, просто для того, чтобы от них наконец отстали и перестали бесконечно допрашивать. После этого судебного дела в американское право были внесены новые законы и протоколы о том, как допрашивать детей и можно ли вообще полагаться на их показания. Во время сатанинской паники было множество людей, которые выдавали себя за специалистов по сатанинскому ритуальному насилию. Эти люди консультировали суды, давали интервью на ТВ и в том числе были авторами учебных пособий для полицейских, чтобы научить полицейских распознавать ритуальное сатанинское насилие. Среди таких спецов был Гордон Калтер. Он сам в прошлом был полицейским, но потом стал христианским священником и сделал карьеру, как раз таки выдавая себя за эксперта по ритуальному сатанинскому насилию. У него была серия учебных пособий в видеоформате, где он рассказывал полицейским об этом. В том числе там была одна очень интересная сцена. На ней пастор показывает то, какие именно увечья и следы можно обнаружить на теле жертвы сатанинского ритуала. И интересно тут то, что святой отец показывает это все не на кукле или на манекене, а на живой красивой молодой девушке в бикини. Хотя такая модель абсолютно точно не необходима. На видео видно, как он трепетно трогает ее пальцами, показывая, как жертвам перерезают шею, наносят им следы на грудь и живот. Пастор явно очень кайфует от того, что он делает. В продолжении темы советую вам посмотреть мое видео про сатанизм как таковой в целом, а также про массовые психозы. Ссылки на видео будут прямо на экране. Если есть желание финансово поддержать мой канал, реквизиты будут в описании. Обязательно подписывайтесь. Будьте адекватны и разумны. С вами был Демиос. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова